Боевики ни дня не придерживались пасхального режима тишины. Обстрелы украинских позиций с 1 апреля не прекращались, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с главой Латвийской республики в Риге. По словам украинского лидера, в первые дни перемирия количество обстрелов уменьшилось, но вчера ситуация на Донбассе снова обострилась. Порошенко также поблагодарил европейских партнеров за готовность продлить санкции. Против Москвы считает это эффективная мера, чтобы заставить Кремль соблюдать минские договоренности. В зоне АТО погибли двое украинских военных, пятеро ранены. Горячими остаются два рубежа, Приморский и Донецкий, в районе Мариуполя, как и раньше. Большинство провокаций на участке от Павлополя до Широкина, под Донецком, возле аэропорта и Авдеевки. Позиции в Авдеевке с обеда до полуночи были под обстрелами боевиков. Сегодня 68-я годовщина создания НАТО. Самая влиятельная международная военно-политическая организация была основана 4 апреля 1949 года. Тогда в нее вошли 12 стран. Среди них участники ядерного клуба США, Великобритания и Франция, а также европейские союзники. Создавали альянс для защиты от возможной агрессии со стороны коммунистического режима и его сателлитов почти век спустя в Союзе коллективной обороны. 28 стран. Об истории, развитии и перспективах в нашем сюжете. В середине 20 века по еще теплым после Второй мировой руинам Европы прокатилась волна новых тревожных событий. Беспорядки в Норвегии, Греции и Турции, коммунистический переворот в Чехословакии, блокада Советским Союзом с западного Берлина. Официальная Москва стремилась расширить сферу влияния в Европе. Чтобы не допустить этого, был создан новый военно-политический блок НАТО. НАТО изначально возникло как зонтик Соединенных Штатов, которые взяли на себя ответственность над, скажем так, послевоенной жизнью стран Западной Европы. Гарантом того, что советский режим не будет распространяться на страны Западной Европы. Все увидели, что такое коммунизм в более таком открытой форме, потому что был нацизм, были канцлагеря, а как оказалось, коммунизм это еще более жесткая система, еще больше канцлагерей, больше убитых, больше осужденных. Необходимость была защищаться от коммунизма. За всю историю существования Альянс расширялся пять раз. В настоящее время насчитывает 28 стран-участников. До середины 90-х Союз не провел ни одной военной операции. Первое боевое применение сил НАТО – конфликт в бывшей Югославии. В 1995 году из-за межнациональной войны страна распалась на шесть государств. А вот миротворческие миссии под эгидой ООН для НАТО – обычное дело. Самые масштабные в Афганистане и Югославии. Мы сейчас в Европе наблюдаем моду на евроскептиков. Много таких партий, которые говорят, что вот Европейский Союз не очень себя оправдал. Но вы не найдете ни одной евроскептической партии, которая бы говорила, что надо из НАТО выходить тоже. То есть, в принципе, даже вот тот же Брекзит, идеологи Брекзита в Британии, никоим образом не ставят под сомнение необходимость членства Британии в НАТО. В 1954 году Советский Союз тоже подал заявку на вступление в Альянс. Но ее отклонили. После распада СССР актуальность НАТО не уменьшилась. Агрессия России заставляет быть на чеку. Антинатовскую риторику официальная Москва использовала не раз, оправдывая ею вторжение в соседние страны. Жертвой такой политики стал и украинский Крым. Москва для оправдания своих действий распространяет мифы о натовских танках у границ и пугает расширением Альянса на восток. Эта песня звучала многие годы в Советском Союзе в похожих ситуациях. Перед тем, как вводить войска в Чехословакию в 1968 году, тоже для внутреннего пользования в Советском Союзе была запущена такая информация, что вот мы опередили американцев. Уже немецкие и американские танки были заведены. Уже они готовились въезжать в Чехословакию. Мы их опередили. Отношения между НАТО и Украиной развиваются с 1992 года. Сегодня, согласно военной доктрине 2015 года, приоритетная задача страны – углубленное сотрудничество с Альянсом. До 2020 года украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО. Растет популярность Союза и среди граждан страны. Согласно опросам Центра Разумкова и Фонда демократические инициативы, в референдуме по вопросу вступления в Альянс приняли бы участие 62% украинцев, 72% из которых отдали бы свой голос «за». После агрессии России общественное мнение изменилось кардинально. Практически весь период независимости нашей страны украинцы в большинстве своем считали, что нейтральный статус – это самый верный статус. Когда спрашивали у людей, почему против НАТО, основной ответ – боязнь военных действий. Но после начала войны с Россией все изменилось. После незаконной аннексии Крыма и вторжения российских войск на Донбасс, Североатлантический альянс создал шесть трастовых фондов в поддержку Украины. Их цель – усилить сектор безопасности и обороны страны. Киев сможет получить миллиард от МВФ уже через несколько дней, сообщил представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рожкован. И отметил, дискуссия на Совете директоров была оживленной. В итоге представители всех стран, кроме одной, одобрили решение в пользу Украины. Рожкован также заявил, что для получения финансовой помощи нужно ускорить проведение земельной, пенсионной, фискальной и антикоррупционных реформ. И добавил, получение четвертого транша – это беспрецедентное событие для страны. За всю историю Украина прекращала работу с фондом после третьего. Экономика Украины в текущем году возрастет на 2%, но реформы могут ускорить процесс до 4% в 2018-2019 годах. Такой прогноз Всемирного банка. В прошлом году темпы экономического роста были на уровне 2,3%. Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины подчеркнула необходимость реформирования пенсионной системы и здравоохранения, а также создания рынка земли, учитывая вызовы, связанные с вооруженным конфликтом на Донбассе. Также финансы прогнозируют госдолг Украины на уровне 90% ВВП в этом году. Сегодня главный тезис, который мы хотим донести, это то, что экономика Украины наконец стабилизировалась и начала восстанавливаться. Это возобновление стало возможным благодаря реформам, однако прогноз остаётся умеренным. Экономика вырастет на 2% в этом году. Мы уверены в том, что у Украины есть потенциал восстановить экономический прирост в среднесрочной перспективе более высокими темпами. Но второй вывод, несмотря на большие усилия правительства реформирования страны, в 2016 году дефицит бюджета увеличился и дефицит текущего счёта платёжного баланса также вырос и достиг 3,8%. Это говорит о том, что макроэкономические риски остаются значительными. Украина нуждается в высококвалифицированных кадрах буквально во всех сферах экономики, заявил Владимир Гройсман. Предприятия налаживают производство, но при этом не хватает специалистов со средним профессиональным образованием. Работников будут готовить, ориентируясь на потребности рынка труда, где заказчикам нужных экспертов выступают работодатели. В связи с этим в Кабмине работают над новой законодательной базой в сфере образования. На Евровидении уже продали почти 27 тысяч билетов на сумму более 1,3 млн долларов, сообщил заместитель председателя Госком телерадио Николай Белоус. Отметил, уже отобрали 900 волонтёров, которые будут задействованы на всех площадках во время подготовки и проведения конкурса. Их выбирали среди 12 тысяч желающих из 38 стран. Подготовка к Евровидению идёт по графику. Украинцам помогают почти 100 иностранных специалистов. Киевская сцена объединит участников из 43 стран. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал 13-го. Церемония открытия клуба Евровидения состоится 1 мая. Он будет работать до 14-го числа. Городок Евровидения с 4 по 14 мая. Церемония открытия пресс-центра запланирована на 29 апреля. Главное событие – открытие красной дорожки состоится 7 мая. Спасибо, что вам интересно, Украина. Оставайтесь с ЮЭТВ. Субтитры создавал DimaTorzok